Продолжение следует... Потому что именно раннее выявление непосредственно влияет на результаты лечения и выживаемость пациентов. Но есть ряд факторов, которые могут влиять и снижать эффективность онкомамоскрининга. И к таким факторам в первую очередь я бы отнесла сложное строение молочной железы. Гетерогенную структуру молочной железы, которая меняется в зависимости от фазы менструального цикла, от возраста пациентки. И на таком сложном гетерогенном фоне очень легко пропустить патологию. Следующий фактор – это разнообразие морфологических и молекулярных подтипов рака молочной железы, которые, в свою очередь, также имеют разнообразную визуальную картину при методах лучевой визуализации. Наше классическое представление о раке молочной железы, что это узел звездчатой формы, но есть определенные морфологические подтипы, которые могут быть очень похожи на доброкачественную патологию. Здесь очень сложно проводить дифференциальный диагноз. Есть неузловая форма рака молочной железы, которая сложно диагностируется и клинически, и с помощью методов лучевой диагностики. Также нет единого метода медицинской визуализации для ранней диагностики рака молочной железы. Стандартно мы все представляем о том, что основной метод диагностики является рентгеновская маммография, но маммография малоэффективна у женщин с рентген-плотной молочной железой. А частота проявления рентген-плотной молочной железы у женщин старше 40 лет составляет около 43-54%. Сейчас не вызывает сомнений важность применения ультразвуковых технологий в диагностике рака молочной железы, потому что для ультразвука не является препятствием рентген-плотный фон. Ультразвук способен выявить минимальные узловые образования на фоне выраженного железистого фона. Но ультразвук плохо визуализирует микрокальцинаты, которые могут быть как раз первым признаком раннего внутрипротока рака молочной железы. Магнитно-резонансный метод имеет высокую чувствительность, но при этом низкую специфичность. И это приводит к большому количеству ложноположительных результатов. Также к недостаткам МРТ я бы отнесла высокую стоимость исследования, малую доступность. Не во всех городах Российской Федерации есть МРТомографы. И также не все МРТомографы оснащены специализированной катушкой для диагностики рака молочной железы. Ну и, конечно же, недостаток, дефицит высококвалифицированных кадров, которые могут оценить вот этот большой пласт медицинской информации, визуальной картинки, который получается при МРТ молочных желез. Сейчас в нашем арсенале мы имеем большое количество высокотехнологических методов. Бурное развитие получил ультразвук. Мы получаем высококачественную картинку, чувствительный доплер. У нас появилась возможность использовать эхоконтрасты для оценки истинной сосудистой архитектоники опухоли. Высокоэффективная и достаточно легко выполнимая методика компрессионной сонной эластографии. Также развивается цифровое маммографическое исследование. Появился томосинтез, контрастная спектральная маммография. Магнитно-резонансное исследование включает динамическое контрастное усиление и диффузионно-взвешенное изображение. Такое обилие информации, которую может получить врач диагноз, но неправильное использование этих методов, неправильная их интерпретация, непонимание морфологической особенности форм рака молочной железы может приводить к ложным заключениям, может усложнять диагностический алгоритм. И на сегодняшний день у нас в Российской Федерации еще одна организационная проблема – разобщенность лучевой диагностики в онкомомологии. Потому что маммографическое исследование, МРТ, УЗИ у нас смотрят разные специалисты. И это зачастую приводит к эффекту лебедя, рака и щуки. Специалисты разных модальностей могут давать противоречащие заключения. Поэтому это приводит к тому, что некоторые пациенты ходят от одного специалиста к другому специалисту. И когда они приходят уже в специализированные учреждения, у них на руках большая стопка заключений и нет общего диагноза. Сейчас современные диагносты используют систему анализа и интерпретации изображений Байратс, которая разработана американской коллегией радиологов. Она разработана для всех модальностей, маммограммы УЗИ и МРТ. Но есть принципиальное различие между нашими диагностическими службами. Диагностическая служба Соединенных Штатов Америки подразумевает, что все три модальности оценивает один врач-диагност и выносит одно заключение. Общее заключение, общий диагноз выставляет категорию Байратс и принимает решение, нужно выполнять биопсию или нет. И также выбирает метод навигации при верификации рака молочной железы. То, что для Европы и Америки уже достаточно рутинная практика, мультимодальная визуализация молочной железы, то у нас, конечно, такой подход используется только в определенных специализированных центрах. Ну и решение вот этой организационной проблемы – это, конечно, мультимодальный подход, это диагностика в одних руках. Когда врач лучевой диагностики оценивает все методы диагностики, принимает решение о методе навигации при биопсии и также участвует в проведении самой биопсии патологического очага. Позвольте представить несколько клинических примеров из нашей практики. Пациентка 65 лет обратилась к врачу по месту жительства с жалобами на образование в левой молочной железе. 65 лет, менопауза, конечно же, онколог назначает монографическое исследование. По результатам которого мы видим рентген-плотную молочную железу, большое количество железистого слоя, которое скрывает и не дает нам визуализировать и определить патологию. Заключение врача-рентгенолога – диффузный фиброденоматоз, байратс-2, то есть никаких подозрительных образований в молочных железах выявлено не было. Из-за расхождения клинических рентгенологических данных пациентка обращается к нам и проводим комплексное обследование. И уже по результатам УЗИ в проекцию пальпируемого уплотнения определяем узел, подозрительный на рак молочной железы, гиперваскулярный и жесткий при эластографии. И уже по данным двух методов выставляем категорию байратс-4С, что значит подозрение на рак молочной железы. Выполняется биопсия под ультразвуковой навигацией, гистологическое заключение, инвазивная неспецифицированная карцинома. Еще один случай. Пациентка 50 лет. Состояние после аугментации молочных желез имплантами у мамы рак молочной железы в 50 лет. Три года назад обратила внимание на уплотнение в правой молочной железе. У пациентки импланты, графическое исследование ей не показано, поэтому она по месту жительства наблюдалась у врача ультразвуковой диагностики. По данным УЗИ узловые образования не определялись, но была неоднородная зона с гиперхогенными включениями, которые врач ультразвуковой диагностики трактовал как проявление мастопатии. В связи с тем, что образование увеличивалось в размерах, врач-онколог назначил магнитно-резонансную томографию. И мы видим огромную гиперваскулярную зону в правой молочной железе. Вот такую характеристику имеет внутрипротоковая неузловая форма рака молочной железы. Была выполнена по результатам комплексного обследования, была выполнена биопсия, инвазивный неспецифицированный рак с обширным внутрипротоковым компонентом. Опять же, 3 года пациентка наблюдалась, и в данном случае диагностическая ошибка, то, что не было выполнено несколько методов исследования для исключения рака молочной железы, и также непонимание вот этих морфологических особенностей рака, что не всегда рак молочной железы имеет узловую форму. Первая проблема диагностики, ранней диагностики, это выявление патологического очага. Но когда мы находим подозрительный очаг, следующий этап – это верификация процесса, это система навигации. И в большинстве случаев также система навигации выбирается в зависимости от того метода, где лучше видна цель для взятия биопсии. В большинстве случаев это 80-90% биопсия осуществляется под ультразвуковой навигацией. Это легко, просто, не травматично для пациента при определенном навыке она может занимать около 5 минут. Но если мы определяем участки нарушения архитектоники и микрокальцинаты, которые видны только с помощью графического исследования, то здесь мы будем выбирать интервенционную биопсию под рентгеновским контролем. Это мамотест, он используется реже в 20-10% случаях. И достаточно редкая ситуация, когда мы можем только с помощью магнитно-резонансной томографии, мы видим гиперваскулярные участки, но патологию с помощью УЗИ и мамографии мы не визуализируем, поэтому у нас есть только один вариант выполнять биопсии под МР-навигацией, либо, как в нашем центре, мы выполняем фьюжн-биопсию под совмещенным ультразвуковым и МР-навигацией. Как я уже говорила, биопсия под ультразвуковой навигацией наиболее часто используемый метод для взятия материала. Мамотест в нашем центре мы возродили стереотаксис. До этого у нас был горизонтальный стол, сейчас, к сожалению, мы используем биопсийную насадку для мамографа. И проведение фьюжн-биопсии молочных желез. У меня нет данных, что где-то в другом месте еще выполняют фьюжн-биопсию, поэтому, наверное, мы первыми, кто начали этим заниматься. На наш взгляд, это наиболее, так скажем, легко выполнимый метод в сравнении с МР-биопсией, потому что, когда выполняется биопсия под МР-контролем, это останавливается работа отделения лучевой диагностики, то есть это очень трудоемкая процедура, она тяжело переносится пациенткой, потому что она вынуждена лежать в такой неудобной позе около часа, ну и вообще это достаточно тяжело переносится, это тяжело и для персонала, и для самой пациентки. В нашем центре мы выполняем предоперационную магнитно-резонансную томографию, записываем на диск, диск загружается в ультразвуковой аппарат, и дальше мы совмещаем изображение, которое мы получаем при магнитно-резонансной томографии, визуализируем этот очаг при ультразвуке, и дальше уже проводится биопсия под контролем ультразвука. Легче переносится пациентами такая процедура, но, конечно, большая нагрузка на врача-диагноста, потому что он должен владеть всеми модальностями и хорошо также владеть взятием материала, взятием материала, биопсийного материала, проведением трепан-биопсии. Ну и в качестве заключения я хотела бы резюмировать, что диагностика рака молочной железы на различных этапах лечебно-диагностического процесса требует комплексного подхода. Наш опыт, он подтверждает, конечно, вот эту модель, диагностическую модель, которая разработана американской коллегией радиологов. Мультимодальный подход в одних руках это также диагностика одного дня. Конечно, это накладывает большие обязательства на врача, который занимается мультимодальной диагностикой, но для пациента это возможность получить все самые значимые исследования и возможно проведение биопсии в этот же день. Ну и на будущее, конечно, большие перспективы будет иметь, если будут формироваться маммологические диагностические подразделения и будут готовиться специалисты, которые способны выполнять мультимодальные исследования. Спасибо за внимание. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok